Как стать студентом нашей программы? И о том, каких специалистов мы готовим, где они работают и какие должности занимают. По оценкам аналитиков, в мире примерно 20 миллионов специалистов, которые так или иначе связаны с IT-индустрией. Это и программисты, это и IT-аналитики и другие специалисты, которые занимаются внедрением и сопровождением IT-решений. И эти специалисты стабильно входят в топ самых востребованных специальностей и получают достаточно высокую заработную плату. Но, конечно, высокую зарплату платить просто так никто не будет. Современный IT-специалист должен обладать колоссальным набором компетенций и практических навыков. Именно таких специалистов готовит наша программа. Современный тренд в образовании — это так называемая модель широкого бакалавриата. То есть широкий бакалавриат строится по формуле 2 плюс 2. То есть это достаточно широкий набор базы и последующая специализация по одному из треков, выбранных студентом. То есть для того, чтобы стать успешным специалистом завтра, надо сегодня освоить достаточно широкий набор компетенций. Если сравнивать традиционную модель, то есть классический бакалавриат 4 года, абитуриент на входе выбирает одно из направлений и потом получает диплом по этому направлению. Широкий бакалавриат у нас реализуется по несколько иной формуле 2 плюс 2. Абинарная подготовка, а затем студент выбирает один из треков специализации. То есть и получает уже углубленную подготовку. И уникальность нашей программы в том, что мы можем предоставить студенту диплом, в котором будут отмечены сразу два направления. Для нашей программы эти направления – это бизнес-информатика и программная инженерия. На самом деле мы уже долгое время готовим специалистов по этим программам, но начиная с этого года мы объединили эти две программы в рамках широкого бакалавриата. Качество подготовки специалистов, наверное, прежде всего оценивается востребованностью. Могу сказать, уверен, что наши выпускники очень востребованы на рынке труда. Про это кем работают и в каких компаниях я еще расскажу. Но сейчас хотелось бы отметить те компетенции, которыми должны обладать специалисты. Если взять за основу модель жизненного цикла программного обеспечения, который у нас начинается с анализа предметной области, формулировки требований, затем у нас идет проектирование, то есть представление логического решения задачи, потом программная реализация или, как мы говорим, конструирование, тестирование и внедрение. И на разных этапах жизненного цикла у нас задействованы специалисты, как бизнес-информатики, где-то программные инженеры, где-то обе специальности. Ну и выходит, что если мы говорим про специалиста, который должен быть компетентен на каждом этапе жизненного цикла, то специалист должен совмещать в себе навыки и программного инженера, и бизнес-информатика. Ну и с учетом этой особенности мы построили наш учебный план. Он у нас делится на два блока. Первый блок — это младший курс, и первый, второй курс — это формирование базовых IT-компетенций. После второго курса студент выбирает минус-треков. Их у нас три. Отличаются они как раз тем направлением и тем дипломом, который студент получит на выходе. Первый трек — аналитика в IT, диплом по направлению бизнес-информатика. Второй трек — это разработка программных систем, и это у нас будет на выходе программный инженер. И третий трек, самый интересный, — это управление жизненным циклом программных систем. Мы предоставим диплом сразу с двумя направлениями. То есть это будет и бизнес-информатика, и программная инженерия. Ну, давайте посмотрим не сцеплины каждого из блоков подробнее. По моему мнению, хороший программист — это прежде всего хороший математик. Поэтому математической подготовке у нас отводится достаточно серьезное внимание. Но, с другой стороны, IT-специалисту нужна специфическая математика, дискретная математика. Ну, конечно, мы не забываем про мат-анализ, алгебру, но значительное внимание также уделяем именно дискретной математике. Кроме того, на младших курсах у нас студенты изучают два языка программирования. Это динамично развивающийся и достаточно популярный язык C-Sharp и Python, ну, или Python, как еще его называют. То есть без Python решение современных проблем, задач, ну, просто не представляется возможным. Ну, кроме того, студенты изучают дисциплины из IT-цикла. Это и операционные системы, это и архитектура вычислительных систем, это базы данных, это конструирование программного обеспечения и многие другие. Но также не следует забывать о том, что наши студенты традиционно хорошо владеют английским языком. Но, с другой стороны, не стоит пугаться, потому что мы формируем группы по различного уровня и к второму курсу наши студенты сдают экзамен независимый в формате IELTS. Но, с другой стороны, только дисциплинами специальности у нас тут тоже мы не ограничиваемся, и студент у нас на втором курсе выбирает так называемый майнер. Это блок дисциплин, связанных, который не относится напрямую к специализации студента. И, допустим, наш студент, студент нашей программы может выбрать себе блок дисциплин, связанный с юриспруденцией, усиленный английский язык, или, допустим, что-то связанное с менеджментом. Так, ну и на старших курсах уже студенты разделяются по трекам. То есть трек аналитика в IT готовит специалистов по проектированию и внедрению информационных систем, которые владеют навыками бизнес-анализа и системного анализа. Базовые навыки, ключевые навыки студентов данного трека — это анализ и проектирование архитектуры предприятия, это оценка эффективности IT-решений для бизнеса, это выделение ключевых бизнес-процессов для автоматизации, это анализ данных, также можно назвать навыки по формированию требований и подготовке документации, ну и другие навыки, другие компетенции, которые нужны аналитику. Второй трек — это разработка программных систем. Цель данного трека — подготовка специалистов, которые в совершенстве владеют средствами и технологией промышленной разработки программных продуктов. Ключевые навыки — это формирование требований, это владение инструментами компьютерного моделирования и языками моделирования, это программная реализация систем, это контроль качества, то есть тестирование систем, подготовка документации, управление командой разработчиков в процессе работы над проектами и другие навыки, которые необходимы программному инженеру. Ну и третий трек — это объединение компетенций двух предыдущих, то есть это специалист, который может участвовать на всех этапах жизненного цикла реализации программной системы, начиная от анализа и заканчивая внедрением. Ну и в этом случае у нас студент будет иметь запись в дипломе о двух направлениях — программной инженерии и бизнес-информатика. У каждого трека у нас есть свой руководитель, поэтому если вас заинтересовал какой-то конкретный трек, вы можете написать и связаться с руководителем. Я являюсь руководителем трека «Разработка программных систем». Ну, помимо дисциплин, связанных с треком, выбранным во втором блоке, мы учитываем тренды развития IT. Прежде всего, это искусственный интеллект и дисциплины, связанные с реализацией систем, с поддержкой искусственного интеллекта. И дисциплины, связанные с цифровизацией экономики, начиная от разработки систем на базе технологии блокчейн и заканчивая промышленными системами для интернета вещей. Большая часть дисциплин у нас проходит в форме практических занятий. Для этого у нас оборудованы современные компьютерные классы, в которых установлено все необходимое программное обеспечение. Кроме того, наши студенты получают доступ к лицензионному программному обеспечению, начиная от офисных продуктов, то есть офис 365, и заканчивая специализированными инструментальными средствами. Есть у нас такая активность, как проектная деятельность. Происходит она у студентов, начиная буквально с первого курса. На старших курсах студенты реализуют уже достаточно серьезные проекты под руководством специалистов из IT-компаний на базе этих IT-компаний. Также IT-компании у нас участвуют в формулировании тем курсовых работ и выпускных квалификационных работ. Очень часто студенты после второго курса трудоустраиваются и реализуют свои курсовые и дипломы, совмещая тему с своей работой. Кроме того, у нас серьезно развиваются так называемые гибкие навыки или soft skills. То есть современная разработка программных систем — это командная игра, то есть реализовать хорошую систему одному разработчику очень сложно, но, с другой стороны, организация командной работы — это отдельные навыки, и вот эти навыки у нас развиваются в рамках проектов. У нас есть для этого база. На факультете действует несколько научно-учебных лабораторий с различной направленностью, и особенно мотивированные студенты у нас работают в этих лабораториях стажерами-исследователями. Ну, конечно, качество обучения на программе прежде всего определяется преподавательским составом. У нас действительно уникальный преподавательский состав как нашего пермского кампуса, но так и других кампусов, потому что часть дисциплин у нас проходит в формате межкампусных дисциплин, и наши студенты слушают ведущих профессоров московского кампуса, нижегородского кампуса, питерского кампуса. Кроме того, мы привлекаем преподавателей-практиков, потому что такова специфика IT, технологии постоянно меняются, и никто не расскажет о современном программировании, о современной аналитике лучше, чем специалист, который реально работает. Поэтому мы приглашаем преподавателей-практиков, являющихся ведущими специалистами у себя в кампаниях, ну, или руководящие, да, или занимающие руководящие должности. Но не ограничивается у нас все только учебной деятельностью. Наши студенты занимаются наукой, делают доклады и пишут статьи на конференциях различного уровня. Кроме того, у нас активно развивается спортивное программирование. Наши студенты уверенно входят в четвертьфиналы, полуфиналы. Ну, пока мы еще не доходили до финала, ну, возможно, кто-то из пришедших к нам абитуриентов будет финалистом Чемпионата мира по программированию. Также наши студенты активно участвуют в различных хакатонах и конкурсах. Часто они выигрывают в них и получают финансовую поддержку для реализации своих стартапов и проектов. Ну, например, можно назвать Алексея Чусовлянкина, который победил со своим мобильным приложением в конкурсе «Умник». Кем работают наши выпускники и где? Ну, наверное, где? В основном это IT-компании. IT-компании как федерального значения, так и компании наши региональные. Это могут быть финансовые организации, различные банки, ну, либо IT-подразделения предприятий. Если у предприятия есть свой IT-сектор, то наши студенты могут быть там трудоустроены. Кем работают? Ну, прежде всего, наверное, стоит разделить по направлениям. Как я уже сказал, бизнес-информатика — это в основном аналитика, это бизнес-аналитика, это владелец программного продукта, это продуктовая аналитика. Программные инженеры работают разработчиками, либо системными программистами, либо прикладными программистами, либо разработчиками баз данных. Ну и программные инженеры, и бизнес-информатики работают у нас на должностях, связанных с управлением программными проектами, системными аналитиками, инженерами по качеству программного обеспечения, аналитиками данных и на многих других позициях. Чтобы понять, кем работают, можно привести конкретные примеры. Примеры у нас в основном такие, что, допустим, бизнес-информатик, которого мы готовили быть аналитиком, он благодаря своей хорошей подготовке стал разработчиком или наоборот. То есть программный инженер понял, что его призвание — это управление, это аналитика. Ну, допустим, Глеб Полушин. Он у нас закончил в 2016 году, то есть это был первый выпуск программных инженеров. На данный момент он является аналитиком данных в компании «Яндекс» и работает в Москве. Кто-то остался в Перми и работает в наших IT-компаниях. Для того, чтобы стать нашим студентом, надо сдать ЕГЭ по математике, по информатике или физике и по русскому языку. Ну и по каждому экзамену надо набрать минимальное количество баллов. То есть мы не сможем принять студента даже на контрактной основе, если не набрано минимальное количество баллов. Бюджетные места у нас распределяются согласно конкурсу. То есть у нас всего на программе 95 бюджетных мест, но они у нас разделены между направлениями. На программной инженерии у нас 50 мест, на бизнес-информатике 45. Ну, согласно законодательству, да, мы можем принимать студента только на конкретное направление. Поэтому конкурс у нас будет происходить несколько специфический. То есть студент подает заявление и на программную инженерию, и на бизнес-информатику. Ну и по этим направлениям происходят у нас различные конкурсы. После второго курса студент либо остается на том направлении, в которое он поступил, либо переводится, да, либо выбирает третий трек и получает диплом с двумя направлениями. Если у вас остались какие-то вопросы, то я готов ответить. На них пишите на электронную почту. Также можно найти форму обратной связи на страничке нашей программы. Также вы можете задать вопросы нашему научному руководителю. Это Викентьева Ольга Леонидовна. Если вас интересуют мероприятия, которых у нас проводится очень много в нашем Пермском кампусе, это различные хакатоны, это мастер-классы по подготовке к ЕГЭ, это различные другие активности, то информацию о них можно найти в календаре школьника. QR-код на экране, можно его отсканировать. Ну и также у нас на вопросы готова всегда ответить приемная комиссия. Контактные данные на слайде. Благодарю за внимание. Спасибо.